Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, и не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герои нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» — это, можно сказать, культовый представитель гольф-класса. На российском рынке эти автомобили продавались огромными тиражами, будучи новыми, и не растеряли популярность, когда вышли, что называется, в разряд поддержанных. В рамках нашего сегодняшнего обзора мы поговорим о том, какие аспекты нужно иметь в виду, если вы присматриваете себе подобный автомобиль. Встречайте, Mazda 3, первое поколение в кузове БК. Mazda 3 в кузове БК появилась в 2003 году. Эта машина продолжала выпускаться до 2009, пройдя через рестайлинг в 2006. На российский рынок эти автомобили в основном поставлялись с двумя вариантами моторов. Это 1,6 литра на 105 лошадиных сил и двухлитровый двигатель на 150 лошадиных сил. Коробки передач, 4-ступенчатый автомат. На поздних рестайлинговых 2008 года машинах опционально предлагалась 5-ступенчатая КПП, но с двухлитровым двигателем. Либо механика на 5 передач для 1,6 и на 6 для двухлитровых вариантов. Оставим за скобками данного обзора версию с двигателем 2,3 Turbo. Поскольку таких автомобилей версии МПС достаточно немного на вторичном рынке, да и вряд ли вы серьезно будете рассматривать подобный автомобиль на повседнев. Наш сегодняшний экземпляр, любезно предоставленный нам для съемок нашим подписчикам, это 2006 год. 1,6 на 105 лошадиных сил и автоматическая коробка передач. По традиции наш обзор на автомобиль мы начинаем с разговоров про кузов, про толщину окраса, ее качество и про то, насколько хорошо или напротив он способен противостоять нашим дорожным реалиям. Что касается толщины ЛКП, Мазда 3 это типичный японский автомобиль и значения толщиномера при осмотре подобного автомобиля должны лежать в пределах стандартных 90-130-140 микрон. А вот в том, что касается стойкости данных автомобилей к коррозии, нужно отметить, что к большому сожалению Мазда 3 в кузове БК зачастую имеет склонность ржаветь и достаточно сильно. Особенно если автомобиль эксплуатировался в регионах с большим количеством реагентов на дороге и при этом не имел никакой антикоррозийной обработки. То есть первый владелец этого автомобиля не озаботился дополнительно защитой кузова. Поэтому при осмотре поддержанной Мазды БК в первую очередь изучите кузов. Сделайте это всесторонне, в том числе и на подъемнике. Первое и самое очевидное место, где появляется коррозия на этих автомобилях, это район задних арок и порогов. Также осмотрите низы дверей на предмет отсутствия ржавчины. Если вы рассматриваете хэтчбэк, то пятая дверь хэтчбэка также может нести на себе следы спучивания краски. У седанов почему-то с этим все обстоит немножко попроще. Ну и самый крайний вариант, осмотрите подкапотное пространство. В особо запущенных случаях коррозия поселяется и там. В зоне риска моторный щит, лонжерона и брызговики. Стоит также отметить, что не только по причине коррозии, но и по причине того, что в свое время автомобиль подзывался популярностью у молодежи, у достаточно активных водителей, найти Мазду Тройку на вторичном рынке в настоящее время, по прошествии многих лет, полностью в заводской краске, архисложная задача. Поэтому какие-то подкрасы на автомобиле в любом случае могут быть. И ваша задача при выборе подобного автомобиля найти себе трешку с самым живым кузовом. Есть еще один момент, связанный с кузовом, на который имеет смысл обращать внимание при покупке подобного автомобиля. Касается он только машин в кузове седан. Дело в том, что через какое-то время в процессе эксплуатации на этих автомобилях встречается дефект, связанный с разрушением точечной сварки в месте крепления задней полки к кузову автомобиля. Проявляется этот дефект в виде посторонних звуков, скрипов, либо стуков при проезде неровности. Если при осмотре Mazda 3 на тест-драйве вы четко слышите сзади непонятные темологии звук, которого не должно там быть, а подвеска при этом полностью молчит, скорее всего проблема как раз таки кроется в задней полке. Решение либо подварить ее, либо проклепать на выбор уже собственника. В любом случае это повод для торга с продавцом. Что касается салона, то в этом плане у Mazda 3 слабых мест, пожалуй, не так много. Естественно, на тест-драйве обратите внимание, чтобы у вас был полностью функциональный дисплей, который отображает показания системы климат-контроля. Также обязательно проверьте климатическую установку на предмет исправного функционирования, поскольку мотор отопителя в данном случае не является вечным, и достаточно часто выходил из строя на пробегах чуть более 100-150 тысяч километров. Отопитель должен функционировать без каких-либо посторонних шумов, а все режимы обдува, соответственно, нормально переключатся. Также при осмотре салона обратите внимание на то, чтобы исправно функционировало все электрооборудование, а особенно блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Ну а теперь про двигатели, которые могли находиться под капотом Mazda 3 в кузове БК. В данном случае у нас базовый мотор на 105 лошадиных сил, объемом 1,6. Это двигатель Z6. Данный мотор плоть от плоти разработкой компании Mazda. Здесь алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Это рядная четверка, два верхних распредвала, 16 клапанов, обычный распределенный впрыск. Привод ГРМ на этом моторе выполнен при помощи пластинчатой цепи Морзе. И цепь эта работает где-то в районе 200 тысяч километров пробега. После этого рубежа она может попроситься на замену, возвестив об этом характерным звуком. В остальном же двигатель этот простой по конструкции и, кроме пускного коллектора с изменяемой геометрией, особо ничем не переусложнен. Среди характерных для данных моторов болячек можно выделить ту же самую, связанную как раз таки с пускным коллектором, неприятность. Проявляется она в виде постороннего звука при работе, доносящегося непосредственно из коллектора. А причина ее в том, что со временем разбивается направляющая, в которой поворачивается ось с заслонками внутри коллектора. И она начинает люфтить и, соответственно, дребезжать. Данная проблема дорогим способом может устраняться через замену всего коллектора в сборе, что крайне редко кто делает. Ну а более бюджетным через устранение этого самого люфта. Вторая проблема, с которой так или иначе встречаются владельцы Мазды 3, это плавающие обороты. Причем повинен в ней может быть как грязный дроссель, так и система вентиляции картерных газов, которую нужно периодически чистить и содержать в исправном состоянии. Также зачастую виновником плавающих оборотов двигателя является непредусмотренный конструктивно подсос воздуха, который образуется из-за прокладки впускного коллектора. И в этом случае прокладку приходится, конечно, менять. Также, если вы смотрите Мазду 3, а у вас явно повышенные вибрации по кузову, то, скорее всего, после покупки подобного автомобиля вам придется заниматься заменой подушек двигателя, которые в данном случае достаточно недешевые. Что касается течи и масла и прочих запотеваний, на этих двигателях чаще прочего сдается уплотнитель поддона, в данном случае герметик. И, соответственно, при осмотре автомобиля, если вы видите на поддоне следы запотевания масляного, либо течь, вам придется этот самый поддон переуплотнить при замене масла. Ничего сложного, дорогого в этом нет, особо пугаться не стоит. В остальном же каких-либо характерных мест протечек масла на данных двигателях особо и не встречается. Ну, разве что прокладка клапанной крышки на автомобилях с большим пробегом, где владелец откровенно забил на обслуживание. Что касается расхода масла на угар, то для исправного двигателя серии Z6 это не характерно. Если подобное и встречается, то, как правило, на больших пробегах и связано это со старением маслосъемных колпачков. Однако, в целом, по поршневой группе этот двигатель весьма и весьма хорош в том, что касается ресурса. Ухоженный Z6 спокойно отбегает за 400 тысяч километров пробега, если вы будете вовремя менять здесь масло и не допускать перегревов, а также не пренебрегать регламентными процедурами в виде регулировки зазоров клапанов, поскольку гидрокомпенсаторов на этом моторе нет. И в завершение стоит сказать, что не нужно думать, будто младший двигатель 1.6 этот автомобиль еле перемещает. Mazda 3 даже с базовым мотором, в версии как на механике, так и на автомате, в целом, достаточно динамичный автомобиль, чтобы не чувствовать себя ущербным в потоке. Но если вы относитесь к стороннику активной езды, то стоит присмотреться к версии с двухлитровым агрегатом. Ну а если вы предпочитаете более активный стиль вождения, то, скорее всего, вы будете смотреть для себя версию с двухлитровым двигателем. Правда, найти такую в живом состоянии будет еще труднее, поскольку более динамичные автомобили и эксплуатировались соответственно. В данном случае индекс двигателя LF17. Это алюминиевая рядная четверка, также с цепным приводом ГРМ, только цепь здесь живет чуть-чуть побольше, в районе 250 тысяч километров до первых признаков замены. Также без гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, соответственно, все та же самая регулировка подбором толкателей производится, она должна в районе плюс-минус 150 тысяч пробега, либо по симптоматике. И, по сути, набор проблем на двухлитровом моторе также очень сильно похож на 1.6. Точно такой же коллектор с заслонками на впуске, та же самая проблема с его дребезжанием, а также склонность двухлитровых моторов после 200 тысяч километров пробега подъедать масло. Поэтому проверять автомобиль на этот предмет нужно внимательнее. Дополнительно по двухлитровым моторам нужно иметь в виду, что на этих агрегатах не слишком большой ресурс насоса системы охлаждения, то есть помпы, а также нужно смотреть за исправностью термостата. В целом же ресурс двухлитрового агрегата LF17 это те же самые 400+, если изначально вы взяли неукатанную машину и при этом вовремя меняете масло. Естественно, от заводских интервалов замены масла в 10-15 тысяч километров лучше отойти и менять масло почаще, раз в 7. Вреда от этого точно не будет. Итак, если с двигателями все более или менее понятно, переходим к коробкам передач. На Mazda 3 в кузове БК могли устанавливаться как механические, так и автоматические КПП. И тех и тех было две разновидности. 5- и 6-ступенчатые механики для 1,6 и 2 литра, соответственно, в принципе, ничем особо не отметились в плане каких-то недочетов и недостатков. Разве что при покупке подобного автомобиля на тест-драйве имеет смысл прислушаться к работе КПП, поскольку к большим пробегам и при условии неаккуратного варварского обращения с собой данные КПП могут огорчить, например, гулом при работе. Также при тест-драйве проверьте, чтобы все передачи механической КПП включались легко и без лишних усилий. Ресурс сцепления очень сильно зависит здесь от стиля вождения и в среднем составляет порядка 100 тысяч километров пробега. Ну и обязательно при осмотре машины обращайте внимание на целостность сальников приводов, чтобы по ним не было течи. Что касается самих приводов, то они на Mazda 3 к расходникам, пожалуй, не относятся. Единственное, что при покупке автомобиля следует обратить внимание на то, чтобы пыльники на приводах были целые, во избежание попадания в узел грязи и последующего его выхода из строя. Что касается автоматических коробок, то здесь стояли классические гидромеханические автоматы на 4 ступени, либо на 5 передач. Причем пятиступка ставилась только на двухлитровые агрегаты в качестве опции и только на автомобиле с 2008 года выпуска. И та, и та коробка в принципе весьма и весьма надежна, ресурсна и ресурс этих автоматов также вплотную приближается к 300+. Добивают эти трансмиссии традиционно губительные для автоматических коробок вещи. Перегрев, пробуксовки и очень резвый стиль вождения, когда педаль газа практически не достается с полика. Замена масла в этих автоматах должна производиться не реже, чем хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. На тест-драйве автоматной трешки, а скорее всего это будет автомобиль с 4-ступенчатой коробкой, обратите внимание на то, чтобы автомат переключался плавно, без резких дерганий и пинков. При должном уходе автоматы на БК-кузове проблем особо не доставляют, но делайте поправку на возраст и большие пробеги этих автомобилей. Что касается подвески Mazda 3, то в целом это достаточно типичная легковая подвеска, но не для гольф-класса. В данном случае сзади у нас не балка, а многорычажка, что положительным образом сказывается на управляемости модели, которая у тройки достаточно азартная. Что касается ресурса, до 100 тысяч километров пробега эта ходовая часть особо внимания к себе не требовала. Можно выделить, пожалуй, пару моментов, которые могли сдаться ранее этого срока. Опорники передних стоек, ресурс от 50 до 80 тысяч, потом скрип, стук на неровностях и необходимость замены. А второй это стойки стабилизатора поперечной устойчивости, также с ресурсом от 60 до 80 тысяч километров пробега, что, кстати, даже несколько выше среднего по всем остальным моделям. Что касается рулевой рейки самого дорогого узла любой ходовой части, на Mazda 3 ранее 100-120 тысяч километров пробега рулевая рейка какими-либо стуками, течами и так далее своим владельцам не досаждает. Тем не менее, на большинстве автомобилей на вторичке пробег уже далеко за 200 тысяч, поэтому при осмотре подобной машины обращайте внимание на то, чтобы рейка не люфтила, не стучала и не было каких-либо протечек, в частности по системе гидроусилителя руля. На автомобилях с двигателем 1.6 усилитель обычный гидравлический с приводом от шкива, на автомобилях 2 литра стоит так называемый электрогидроусилитель. В таком случае система также гидравлическая, но насос электро. Какие-либо проблемы, связанные с самими насосами, система усилителя рулевого управления для этих машин не характерна. Что касается задней подвески, то хотя соленблоков здесь достаточно много и на вид они не слишком внушительные, но свои 100 с копеечкой они отхаживают прежде, чем попросятся на замену. Естественно, если мы говорим про оригинальные рычаги, если вести речь про запчасти-заменители, то там прогнозировать срок службы компонентов достаточно сложно. Он может оказаться как меньше, так и в некоторых случаях больше, чем способна выходить оригинальная деталь. Единственная рекомендация при покупке тройки обязательно проверьте работоспособность стояночного тормоза, особенно если вы смотрите машину на автомате, где ручником пользуются не столь часто, как на механической коробке. Также в ходовке Мазды тройки относительно слабым местом считаются ступичные подшипники, которые выхаживают плюс-минус 80-100 тысяч километров, если говорить про оригинальные детали. Так что если вы смотрите тройку, не лишним будет обратить пристальное внимание на то, чтобы ступичные не люфтили и не гудели. Особенно если речь идет про автомобиль, который эксплуатировался на резине низкого профиля, либо с нештатными дисками с нештатным же вылетом. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про Мазду тройку первого поколения? Стоит ли рассматривать такой автомобиль для покупки в поддержанном виде, либо нет? Ответ. Если вы сможете найти подобный автомобиль в живом состоянии, рассматривать такую машину к покупке однозначно стоит. Поскольку имея в своем распоряжении весьма неплохие ресурсные двигатели и коробки передач, этот автомобиль, в случае если он имеет живой кузов, не пораженный коррозией, прослужит вам достаточно долго. При этом он будет радовать вас азартной управляемостью и весьма неплохой динамикой. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте в комментариях пожелания, какие автомобили вы хотите видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас была или есть Mazda 3 в кузове БК, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, которые выбирают для себя подобную машину, именно ваш комментарий окажется очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok